Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 7 июня и, как всегда, перед началом напомню, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк, а чтобы не пропустить новые, подпишитесь на канал Admiral Markets, нажмите на колокольчик и вам будет приходить уведомление о добавлении новых видео. Ну а мы начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста движения это область 1.1895 и ближайший разворотный уровень пока остается на минимумах, которые были 5 июня зафиксированы по цене 1.1650. По паре британский фунт и американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста движения это область 1.3547 и ближайший разворотный уровень пока на 4 июня оставляем. Это минимальное значение было зафиксировано по цене 1.3294. По паре американский доллар и канадский доллар ясности не появилось в последние несколько торговых дней. Все так же мы видим сужающийся диапазон. Хоть и попытались уйти выше уровня 1.30, но очень быстро вчера вернулись уже в область минимальной значения. Дошли до отметки 1.2852. Поэтому на текущий момент будем следить то, как цена будет выходить за максимумы 1.3064 и минимум 1.2856. Пробитие максимального значения приведет нас с большей вероятностью к продолжению восходящего движения по данному активу. Ну а пробитие минимума соответственно к нисходящему. По паре американский доллар и японская иена сохраняется тенденция восходящая. Следующие цели роста движения остаются пока прежними. Это область 1.1120. И ближайший разворотный уровень находится на минимуме, который был зафиксирован 5 июня. Прежнее значение по цене 1.10946. Пара австралийский доллар и американский доллар пытаются уйти выше максимумов, которые были зафиксированы в области 1.7666. Пока сохраняется также тенденция восходящая по данному активу. Следующая цель роста это область 1.7732. Ближайший разворотный уровень, после которого уже вероятен переход вновь к нисходящему движению, это минимальное значение 5 июня. Прежнее значение, оно не корректируется сегодня. Это минимум по цене 1.7594. Еврофунт на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая, хотя мы видим в последние несколько торговых сессий более напоминающее боковое движение по данному активу, хотя мы даже можем это отметить начиная с 20 чисел мая. Тенденция преобладает на текущий момент нисходящая и данный сценарий актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже отметки 87.87. Максимальное значение, которое было зафиксировано 5 и 4 июня. В том случае, если Еврофунт пробивает данный уровень, то вероятен переход уже к восходящему движению с целями роста до 88 и 89 соответственно. Ну а цели по снижению остаются прежними. Это уходит ниже минимумов 30 и 29 мая, которые были зафиксированы по цене 86.99. Золото продолжает попытки восходящего движения, то есть оно на текущий момент сохраняется. Точнее мы не получаем подтверждение начала нисходящего. Цена так и не может уйти ниже уровня 1289 долларов за тройскую унцию. Вместо этого вчера мы получили обновление локальных максимумов и также 5 июня. Цели роста это движение в область 1307 долларов за тройскую унцию, ну и далее уже на 1332. Ближайший разворотный уровень пока остается прежним. Это минимум, который был зафиксирован в области 1289. Ну и локальный в рамках часового таймфрейма это минимум вчерашней торговой сессии 1293 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое движение нисходящее на текущий момент. Оно сохраняется, хотя вчера мы увидели недобитие минимальной значения, то есть минимум мы не смогли обновить. И в том случае, если цена сможет обновить максимальное значение, которое было зафиксировано вчера по цене 76.05, то данная информация может стать вновь началом для восходящего движения по нефти марки Brent и движения на 78.99 с первой целью и далее уже на 81. По индексу DAX на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Хоть мы вчера и видели коррекцию, но уйти ниже минимума, который был зафиксирован 4 июня мы не смогли, что в свою очередь восходящий сценарий пока не отменяет в рамках часового таймфрейма. Но обновление локальных максимумов дополнительно это подтвердит. Цели роста это область 13109 и 13292, ну а соответственно ближайший разворотный уровень пока остается также на отметке 12710, минимум 4 июня. По биткоину тенденция восходящая сохраняется. Мы не смогли уйти ниже минимума, который был сформирован 1 июня. Вчера обновили локальный максимум, ну и собственно сегодня уже торгуемся выше максимальных значений, которые были зафиксированы 5 и 6 июня, что также дополнительно подтверждает сохранение восходящей тенденции по биткоину в рамках по крайней мере часового таймфрейма. Цели роста это уход выше уровня 7759 и далее движение на 9000. Ну и соответственно ближайший разворотный уровень пока остается на минимальные значения, которые были зафиксированы по цене 7308. После ухода выше максимальные значения 3 и 4 июня уже данный уровень возможно будет скорректировать. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Ваши вопросы пишите в комментариях и увидимся уже завтра. Всем спасибо и до свидания.